Здравствуйте! Вы смотрите Айньюз, программу о науке и высоких технологиях в студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня в выпуске. В набережных челнах устанавливают умные домофоны. Россияне стали чаще играть в онлайн-игры. В Америке тестируют беспилотник необычной формы. Три с половиной тысячи умных домофонов установят в набережных челнах в этом году. Как рассказали в местном исполкоме, для жителей города это будет бесплатно. Умные домофоны открывают дверь после сканирования лица. Войти таким образом могут только зарегистрированные жители подъезда. Кроме того, домофоны будут иметь связь с программой «Безопасный город». На панели предусмотрена кнопка для звонка экстренной службе. Следующий шаг мы видим сделать в этом приложении еще одну точку входа в единую дежурно-диспетчерскую службу города, где житель сможет обратиться с каким-то заявлением, просьбой. Естественно, это развитие в оплате, возможно, коммунальных платежей. Устройство также может сравнивать отсканированное лицо с базой МВД. Такой домофон работает через мобильное приложение «Ключ от города». С его помощью дверь в подъезд можно открывать удаленно, не задействуя дополнительных устройств в квартире. Данное приложение объединяет различные городские сервисы, в том числе транспортные карты, мониторинг приборов учета, обращения в ЖКХ и не только. В ближайшие 2-3 года умными домофонами планируют оборудовать 7 тысяч подъездов набережных Челнов. На программу выделят 200 миллионов рублей. Пока в городе работают менее сотни таких устройств. Россияне стали чаще играть в онлайн-игры. За прошлый год общий трафик на компьютерные и консольные игры вырос на 30-35%. Специалисты отмечают, что это связано с развитием качества связи и доступностью мобильных устройств. Да и пандемия влияет на популярность онлайн-развлечений. Хорошо это или плохо – вопрос до сих пор открытый. Одни говорят, что компьютерные игры способствуют интеллектуальному развитию, другие считают их опасными. Одни зарабатывают миллионы на киберсостязаниях, другие спускают все деньги, чтобы прокачать своего персонажа. Тем временем Всемирная организация здравоохранения в этом году признала игровую зависимость болезнью. Эксперты описали этот недуг как желание играть, которое доминирует над другими интересами и мешает социальной жизни. Если в таком состоянии человек пребывает больше года, это уже тревожный сигнал. Но не спешите самостоятельно ставить диагнозы своим знакомым. ВОЗ объяснили, что поскольку игровая зависимость – это болезнь, определять ее может только врач. Между тем, проблему зависимости от компьютерных игр признала не только Всемирная организация здравоохранения, но и Русская православная церковь. В прошлом году Синоидальная богослужебная комиссия составила молебное пение об одержимых компьютерной страстью. В Америке тестируют курьерский беспилотник необычной формы. По словам разработчиков, благодаря смешанному корпусу «Крыла» удалось вдвое снизить выбросы углекислого газа. Как передает «Хайтек», двухмоторный турбовинтовой самолет пилотируется дистанционно. Его планируют использовать для доставки небольших посылок по США. Взлетная масса этого летательного аппарата – более 8,5 тысяч килограмм. Он может преодолевать более полутора тысяч километров с грузом до 3800 килограмм. Позже появятся и более крупные версии беспилотника с большей грузоподъемностью для межконтинентальных перевозок. Они будут выдерживать до 130 тонн и смогут преодолевать расстояние до 8 тысяч километров. Ожидается, что поставки этого грузового беспилотника начнутся в 2025 году. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24» и будете в курсе всего самого интересного. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!